Всех с пятницей, товарищи! Еду за водой. Завтра суббота. Завтра буду отдыхать и петь чай на даче. Вот так вот. Погодка снежная. Но я надеюсь, что сильно дорогу не заметет. К тому же дорога уже туда протоптана. И все. Будет нормально. А сейчас надо набрать воды. Что я, собственно говоря, прямо сейчас и буду делать. Хорошая вода. Один из важнейших компонентов приятного чаепития. Поэтому воду я набираю родниковую. В таком вот живописном месте за городом. Так. Тут вот каптаж родничка. Вот видите? И вот иконки. Родник освещен. Ну-ка давайте заглянем ради интереса, что там. А там вот что. Я не знаю, видно там или нет. В общем, вода кристально чистая. Дно. Дно видно, а воды практически не видно. Так. Все. Готово. Будем перемещаться. Перемещаться в завтра. Всех, друзья, приветствую на канале. С вами Дмитрий Флегантов. Ну вот, сегодня еду наконец-то насладиться природой, отдохнуть от трудовых будней. Суббота. Пришла посылка. Мой заказ чайный. И вот сегодня я наконец-то смогу это на природе все продегустировать. Но подъем не должен сейчас вызвать затруднений, потому что дорога у меня достаточно уже накатана. На улице скользко. Так. Скользко. Вот так. И поехали. Поехали. Ну, в общем, вот, более-менее тут сейчас накатана. Из прошлого раза еще. То есть, вот видите, машина идет легко. Припарковался. Ну, видите, сегодня все легко. Потому что снег неглубокий. А дорога сделана. Все. Идем готовиться к чаепитию. Чаепитие в русско-китайской традиции у нас будет. Потому что чай китайский. А пить мы его будем по-русски. Да еще и с восточными сладостями. Ну, а для начала надо плиточку распалить. Так вот. Так. Сейчас мы ее... Так, разгорайся. И вот такой вот чайничек. Скипятим мы с вами. Почему я пью чай на природе? А потому что тихо, спокойно. Самое главное, на открытом воздухе вкусовые рецепторы работают немножко по-другому. То есть, более чувствительно. Дома вот так не получится прочувствовать весь вкус и аромат чая. Поэтому, когда я заказываю нормальный чай себе, я, соответственно, стараюсь употребить его вот в таких вот условиях. Ну что, вода у нас, опускай, кипит. А я пока подготовлю все остальное. Все готово для чаепития. Водичка. Скоро закипит. А я расскажу, что я буду сегодня, собственно говоря, дегустировать. Ну, во-первых, это наш главный герой. Чай пуэр Гунтин. Императорский пуэр, так называемый. В общем, дальше. Пахлава. А это уже восточные сладости. Лакомство султанов. Приготовлено вручную на небольшом производстве. Это вам не магазинное, друзья. Вот. Такой вот чайничек. Обязательно. Глиняный. Почему глиняный? Потому что глина впитывает в себя аромат чая. И желательно для каждого сорта чая иметь свой чайничек. То есть, в данном случае я завариваю здесь только пуэр. И никакой больше. Ну, а пью я по-русски вот из такого вот граненого стакана. Это уже по-нашему. Чайная церемония. То есть, короче, в чем суть? Мы русские люди. У нас своя культура. Употребление чая. Поэтому я не сторонник вот этого, когда начинают, так скажем, косплеить чайные церемонии восточные. Ну, это кому как нравится. Просто вот я люблю, ну, по-простому, так скажем, по-русски. Не заморачиваться по этому поводу. Просто насладиться вкусным напитком. Не вкладывая какой-то сакральный смысл в это. Вот так вот скажем. Так, ну что. Сейчас скипит и будем заваривать. Итак, вода кипит. Смотрите дальше. Ох, все. Заваривать сразу сейчас нельзя. Надо немножко подождать, чтобы подостыло. Где-то 90, ну, 90 градусов где-то должен, должна быть температура для пуэра конкретно. Поэтому, так, вот это вот мы выключаем. И, что важно, нужно нагреть чайник заварной обязательно. Хорошо его прогреть. Это важно сделать, чтобы настой получился, соответственно, хорошим. Я оставляю пока, чтобы он прогревался. И, чтобы немножко подостыла вода. И мы с вами сейчас пока распечатаем упаковку. Так. И понюхаем. Такой небольшой аромат. Ну, ближе, наверное, древесный. И так вот как-то ближе к этому. А сейчас мы его заварим. Будет совсем, всем все отлично. Ну, что. Температура подопустилась. Сейчас мы это выплеснем. И начнем заваривать. В общем, смотрите, какие здесь тонкости. Чайник 300 миллилитров где-то примерно. Ну, чуть побольше. 400, наверное. В общем, чай у нас выглядит вот таким вот образом. Вот. Таким вот образом. Пуэр. Чай двойной ферментации. Вторая ферментация довольно-таки длительная. Вот смотрите, такую щепотку. Раз. Вот он так выглядит. В нашем случае. Это не элитный сорт. Это массовый, но очень хороший. В магазине вы такой не купите. Два. И. Так. Сейчас. Три. И четвертую еще закинем. Потому что я люблю такой более. Не сильно слабый. Так. И будем заваривать. Будем заваривать. Заливаем. Вот так. И выдерживаем. Короче, где-то минуту. Где-то минуту. 38. 39 минут почти на часах. Ну, вот 15-40 и можно будет, в принципе, разливать. Долго и он не надо заваривать, настаивать. Потому что он иначе, ну, вкус не очень будет хороший и более такой терпкий. Наверное. Так. Приготовлю я чашечку. Вот. И пахлава, значит. Вот смотрите. Вот видите, какое тонкое тесто. Как бумажные листы. Вот это вот ручное производство. То есть, такого вы в магазине, такой товар вы не купите. Пропитано хорошо. Можно даже разрезать, посмотреть. Мягкая очень. Такая вот на срезе. С орешками. Очень вкусно. Кстати говоря, 500 лет этому лакомству. Согласно истории. Вот. Так, что у нас на часах? Все. Чай готов. Смотрите. Ну, я пью сразу в большом объеме, так скажем. Вот такой вот у нас янтарный настой получается. И аромат. Аромат. Ну, больше так похоже. Вот немножко сухофрукты. Немножко такое... Ну, вот сено, знаете, лежит. Кто вот в деревне был. Вот чуть-чуть нотки есть. И... Вот такой сладковатый аромат. Если так можно сказать. Этого чая. Сейчас мы его попробуем. Кстати говоря, пуэр заваривается до десяти раз. Вот. Одна заварка. Вот это вот. То есть, можно заливать до десяти раз. И... Ну, как говорят, он только раскроется от этого. Вкус его. То есть, где-то там с третьего, там с пятого раза, говорят, начинает раскрываться вкус. Ну, здесь я утверждать не могу. Могу только сказать, что, да, действительно, он заваривается. Вот. Чай. Сейчас будем дегустировать. Ммм... Ребята. Вот как я запах описал. Вот он такой и вкус, в принципе, у него. У пуэра. Немножко вяжет в самом начале. Вот он немножко вяжет и сразу отпускает. Практически. Вкус такой вот. И... После вкуса остается такое немножко сладковато. Кстати, ни мед, ни сахар, ни другие подсластители сюда не добавляют обычно. Но... Правила они для того и созданы, чтобы их нарушать. Поэтому... Можно? Можно. И вот, собственно говоря... С пахловой. Это все дело очень хорошо ведет. Ммм... И мне вот очень нравится, как эти сладости сочетаются с плейерами. Очень нравится. Вкусно. В общем, для чего я это все снимаю и почему. Во-первых, просто хочу немножко поделиться своим образом жизни. Потому что вы просили об этом. Как вот я вообще провожу время. Да, я люблю уединение. Вот. Больше быть наедине с собой. О чем-то поразмышлять. О чем-то подумать. Вот природа этому способствует. Звуки природы. Снежок, видите, падает вот. Вот. Вот так вот. Очень хорошо голова причащается. Когда прогулки совершаешь. Вот. Где-то по зимнему лесу. После работы я очень люблю выйти. Выйти за город. У нас городок небольшой. Поэтому это легко сделать. И просто пройтись. Просто пройтись. Спокоиться. Из головы все выбросить. И просто вот послушать. Просто. Послушать природу. Ну, к сожалению. Технические шумы разные. Они и досюда. Доходят. Как вот вы сейчас можете слышать. Шум железной дороги. Но все равно. Далековато. Не так мешает. Как в городе. Когда железная дорога рядом. Северная железная дорога у нас проходит. Через нас. Просто. Просто успокоиться. Потому что сильная. Сильная эмоциональная нагрузка. Выходных у меня. Ну, практически не бывает. Все время приходится бегать. Не потопаешь, не полопаешь. Как говорится. Все время что-то надо делать. Все время что-то надо думать. Голова становится как чугунная. К концу недели. Поэтому вот такая вот выездка. Она очень хорошо, благотворно влияет. Ну и в баньку. В баньку люблю сходить. Но это будет завтра. Сегодня решил на даче не топить. Времени мало. У меня сегодня еще вечером запланировано одно дело. Время есть пока вот посижу, чай попью. Подумаю, поразмышляю о чем-нибудь. Вот. Такой у меня психологический склад. Больше монашеский, наверное, такой вот. Если бы не семья, если бы не моя деятельность, я бы, может быть, даже очень сильно бы свою жизнь изменил бы. Как я сейчас думаю. Но. В жизни все по-другому. И я, в принципе, тоже этому рад. У меня двое замечательных сыновей. То есть, есть ради кого жить. Есть своей любовью, с кем делиться. Соответственно, это дает большое умиротворение. Дает радость. Дает счастье. Счастье оно в семье. По моему мнению. Вот я к этому пришел. Раньше я был более эгоистичным человеком. Но. Время все расставило по своим местам. И. Я изменился. И, кстати говоря, перемена как раз во мне произошла как раз с рождением детей моих. Вот. Как-то. Полная перестройка произошла. Переоценка ценностей. Ну и вера, естественно. Православная вера здесь большой. Большой вклад внесла. Вот так. Ну и второй момент, почему я вам это показываю. Это потому что хочу просто поделиться. Хочу поделиться тем, что у моих хороших товарищей. Партнеров. Друзей. Есть. Проект. Вернее, начнем с того, что они тоже такие же большие любители чая, как и я. Таких же вот чаепитий. Любят китайские сорта чая. Соответственно, заказывают из Китая. Ну и родился у них из этого хобби родился проект. Сторонний проект, сайт-проект. Небольшой бутик открыть. Где можно заказать чай, сладости, ну и много чего другого. Сопутствующие товары, так скажем. И вот. Хотелось бы мне небольшой рекламы им сделать. Потому что люди действительно очень ответственно подходят к своему делу. Закупить чай в Китае, это очень непросто. Особенно, если ты там не разбираешься в этих тонкостях. Китайцы, они же хитрый народ. Они не будут сразу тебе подсовывать хороший чай. Они будут сначала тебя проверять. Они тебе дадут что-то такое похуже. Купишь, ну и хорошо, и дальше будут тебя впаривать. Ну вот. А друзья у меня умеют этот чай купить. Поэтому у них как заказывал, так и заказываю. Вот это вот все. И делаю им небольшую рекламу. То есть вы также можете у них это заказать. Я уже в принципе посвятил немножко перед вами вот эту упаковку. Вот смотрите внимательно. Бутик Котто. Вот. Сайт. Видите. Можно там онлайн заказать. Можно сходить туда. К ним в Москве находится бутик. Можно там купить. Все это. Ну вот соответственно. Кстати говоря. Сделаю скидку вам. Промокод. Можете там при заказе ввести. Дмитрий. Введите Дмитрий. И будет вам скидка. Процентов 10. Наверное. Так вот я поговорю. Попробую. Причем бы нет собственно говоря. Так что так. Вот такой вот сегодня день. Пахлова тает во рту просто. Почта России быстро справилась. Где-то. Чего-то как-то очень быстро. На мой взгляд на 4 наверно. По-моему так. Пить быстрее. Че остывает. Вкусно. Ореховый. Немножко вкус. И вот такой сенный все-таки. Сенный немножко вкус такой. Мне вот это нравится кстати говоря. И императору доставляли чай. Караваном. Торговым караваном. Чай промок. Ну что делать. Привезли. А чай оказался вкусным. С под действием бактерий, грибов. Произошла дополнительная ферментация. И вот он приобрел. Такой вот интересный вкус. Про Пуэр мы сейчас говорим. И вот. Оператору понравилось. Так вот. Пуэр и появился. В мире чая. Это одна из версий. Мне в принципе. Большой разницы нет. Каким образом. Этот чай родился. Мне важно. Что он есть. И что я его могу. Вот так вот вкусно пить. Вот. Так. Пускай. Минутку постоит. Вот сейчас вторая заварка пошла. Минутка. Минутка пройдет. И будем дальше. Дегустировать. Кстати. Вот это блюдо. Вот видите. Такое вот. Он тоже идет. В комплекте. То есть. Заказываете эти сладости. Вам вот. В таком вот. Блюде это все. Привезут. Упакованное в пленочку. В холодильнике не храните. Высохнут. Храните. И постараюсь побыстрее все съесть. Ну. Медленно. Съесть это у вас не получится. Это я вам точно говорю. Потому что вещь архив вкусная. Очень вкусно. Так. Минутка прошла. Давайте. Заварим. Ой. Нальем следующую порцию. Более тонкий стал вкус и аромат. Но он не потерялся. То есть. Он завариваться. Действительно этот чай многократно. Вот. И есть еще. Кстати я забыл упомянуть. При заваривании. Особенность. Ну. Это все зависит от того. Какой вы пуэр приобрели. Это кстати шу пуэр. Он подешевле. Есть шум пуэр. Вот тот. Более дорогой. И. Более длительный процесс. Ферментации. Так скажем. Если этот чай кстати. Ну. Лет на 30 поставить. Он тоже будет. Такими же свойствами обладать. А здесь. О чем я хотел сказать. Когда вы пор завариваете. Вот если он прессованный. Там могут быть. Ну. Чайная пыль. Вот здесь ее нет. Здесь. Чистый более менее. Ну. Хотя все равно находятся сторонники. Залить. И через. Несколько секунд слить. Слить. Вот этот. Вот первую порцию. Чтобы промыть его. Но я так не делаю. Я. Люблю вот так. Это вот. На мой вкус. Мне это нравится. Ну. Естественно. После второй заварки. Он раскрывается еще сильнее. Более такой нежный. Тонкий вкус. Более. Ореховый. Меньше сенный. Кстати говоря. Вот. Пробуем дальше. Пахлова очень вкусная. Пахлова очень вкусная. Хорошо. Ну что друзья. Ладно. Буду закругляться. Сегодня вот такой вот. У нас выпуск. Священной природе. Спокойствию. Умиротворению. И немножко рекламы моих товарищей. Ух. За чаем засиделся до темноты. Предстоит обратный путь. Надеюсь пройдет он без каких-либо приключений. Да. Главное выехать с места стоянки моей дачной. Остальное уже ерунда. Словами сложно передать. Насколько классно вот так вот просто вот посидеть на природе. Выпить чай. Кстати говоря. Пуэр он еще и тонизирующим эффектом обладает. Вот в чем дело. У него такое действие на организм интересное. Вот. Очень, очень классно. Очень классно он действует. Заряд такой бодрости получаешь. Вот я имею ввиду, что вообще вот от природы, от всего вот этого вот. Едешь. Вот. Так. Так. Сюда едешь вымотанный. Голова плохо соображает. Несмотря на сон. Предшествующий сон. Так скажем. А тут вот посидишь вот так вот. И вообще класс просто. Сразу хочется что-то делать. Снова в бой. Так скажем. Нужно, нужно вот так расслабляться. Некоторые скажут, а почему один? Почему без семьи? Но семья, ребят, я тоже внимание уделяю очень много. Когда время есть, это понятно. Вот. Но иногда нужно именно вот так вот. Вот так вот одному. Одному выехать. И просто вот тишине посидеть. Просто расслабиться. Мне лично это очень надо. Такой я человек. Так. Ну что. День подходит к концу. Не подошел еще. Еще кое-что надо сделать. Но это так. Мелочи. Мелочи жизни. Вечер все равно посвящу отдыху. Вечер посвящу отдыху. Все, друзья. Всем пока. И до новых встреч на канале. Скользко. Машину кидают. Срабатывает даже ESP-система. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok